Сезон детского летнего отдыха открыт. В Мирном более 100 детей посетят лагеря дневного пребывания. Все лагеря дневного пребывания детей будут базироваться на базе всех образовательных организаций Мирненского района, включая школы, центры дополнительного образования, спортивная школа, плюс православная гимназия тоже входит в наш реестр. Одним из первых открылся военно-спортивный лагерь «Олимпийцы». Здесь ребята будут не только заниматься спортом, но и учиться военным навыкам, изучать историю Отечества. Олимпийцы уже успели познакомиться и создать свои команды, как настоящие участники Олимпийских игр. Помимо того, что мы физически развиваем детей, общая физическая подготовка у нас, добавилось патриотическое воспитание. В этот же день состоялось открытие еще одной детской площадки на базе школы номер один. Воспитанники лагеря «Зеленые пионеры Алмазного края» не только будут участвовать в культурно-спортивных и развивающих мероприятиях, но и помогать экологам облагораживать улицы города. Наш лагерь «Юные экологи». У нас очень много в лагере детей из «Зеленых пионеров». У нас есть такое школьное объединение «Радуга». Вот они объединились с «Зеленые пионеры». Они очень тесно сотрудничают с экологами, высаживают деревья, цветочки, собирают мусор. И вот у нас такое направление лагеря экологическое. Ребята уже успели сформировать свои отряды и на открытии представили визитные карточки, озвучили девизы своих коллективов. После представления команд отряды станцевали энергичный танец и исполнили несколько песен. Ярко отметили открытие сезона и дворовую вожатой из Центра дополнительного образования. В отличие от других площадок, где за воспитанниками будут приглядывать воспитатели, эти ребята уже достаточно взрослые и обученные, что им можно доверить приглядывать за детьми на игровых площадках города и проводить с ними развлекательные мероприятия. В нашем Центре дополнительного образования есть такая студия «Я вожатый», где, собственно, наши дети учатся работать с маленькими детьми. И на основании этой студии мы решили создать отряд дворовых вожатых, которые будут развлекать детишек на дворовых площадках. Также у нас существует творческий лагерь, а выбрали это направление, так как было очень много заявок со стороны родителей, именно по творческому лагерю, чтобы маленькие детки у нас занимались творчеством. Есть отряд дворовых вожатых, это ребята, которые сегодня начинают свою трудовую деятельность, которая на всю жизнь, наверное, продлится. Да, вот сегодня я хотела им там сказать, но, наверное, еще тогда скажу, что через много-много-много-много лет, когда они будут оформлять пенсию, первая запись, которая у них будет в трудовой книжке, это запись работы дворовыми вожатыми. На открытии ребята показали, что могут развлечь и заинтересовать детей. И в этом им помогли маленькие воспитанники Центра дополнительного образования. Преподаватели, в свою очередь, организовали интеллектуальную викторину. Мы проводим различные игры, конкурсы, просто какие-то тематические развлечения на площадках нашего города с неорганизованными детьми, которые просто так гуляют. На ваш взгляд, какие качества должен иметь дворовый вожатый? Ну, он должен быть добрый, отзывчивый, помогать всем. Бабушка через дорогу не может прийти, помочь ей, донести сумки до дома. Конечно же, обязанности, которые лежат на дворовых вожатых, не освобождают их от саморазвития и занятия в Центре дополнительного образования. Ребята также будут спортивно, культурно и творчески развиваться. Оздоровительная площадка или площадка для творчества. Лагерь «Юникс» становится и тем, и другим для айхальских девчонок и мальчишек каждое лето. Первая смена уже стартовала, и ее торжественное открытие показывает, какой потенциал детских талантов, фантазии и задора ждал каникул и готов раскрыться после напряженного учебного года. Начало лагеря – это очень волнованное событие для всех. Все очень сильно готовятся, танцы подготавливают. Мы все хотим выглядеть лучше, красивее. Если открытие лагеря, то тогда уж надо показать, что мы можем, что мы умеем. В лагере всегда утром проходит зарядка, флешмоб, мы сдаем рапорт и так далее, едим все полезное нам на завтрак, спим очень хорошо, крепко, высыпаемся. Летняя площадка «Юникс» примет две смены айхальских ребят по 150 человек в каждом потоке. Помимо развлекательных и познавательных мероприятий, распорядок дня включает тихий час и четырехразовое питание. В числе плюсов такого детского досуга – его дешевизна, большую часть расходов берет на себя Лроса. Единственным неприятным моментом является то, что желающих попасть на площадку больше, чем она может принять. На всех площадках компания обеспечивает совместно с профсоюзом «Профалмаз», организацию отдыха. Айхальское отделение КСК занимается плотно этим вопросом, решением всех организационных мероприятий для подготовки, отдыха и оздоровления наших детей. Ребят ждут экскурсии в музей, на промышленную площадку и в пожарную часть, игровые и конкурсные программы, спортивные состязания и день именинника. Работать с детьми будут педагоги айхальских школ. Им в помощь в каждом из пяти отрядов по несколько вожатых. С нашими детьми, которые вожаты от 14 до 15 лет, заранее была проведена работа по подготовке, вот как вести себя с детьми, как работать на протяжении этого времени. Ну а воспитатели наши тоже прошли определенные курсы. Мне больше всего здесь нравится то, что мы спим, ну, тихий час, и то, что мы ходим гулять. Мне нравится то, что тут много мероприятий и, ну, нас развлекают. Я уже не первый год в лагере, четвертый раз уже, и мне нравятся тут спортивные все мероприятия. Кормят хорошо, играем во все игры, там разные. Танцуем. Чтобы отдыхать, ребятам было интересно, кроме школьных ресурсов задействованы и поселковые. Для детей организованы кинопросмотры и походы в плавательный бассейн. Следить за здоровьем отдыхающих будут два медика. В конце смены они посчитают, насколько каждый вырос и поправился. В этом году в детском лагере «Солнышко» отдохнут более 130 детей Алмазной столицы. Хотелось бы сказать всем присутствующим ребятам, сегодня вы улыбаетесь, веселые, и от вашей улыбки. Не зря наша детская площадка называется «Солнышко», и сегодня, наконец-то, город мирный. Наверное, вы постарались, пришло долгожданное лето. Чем больше будете улыбаться, тем оно будет светить ярче, греть нас теплом. Воспитатели помогли подготовить номера и произнесли торжественную клятву. Завершился праздник большим флэшмобом. В нем приняли участие все воспитанники детского лагеря. Первый сезон детской площадки «Солнышко» посвящен году молодежи, также году экологии. Очень много различных мероприятий, спортивных и творческих, различных флэшмобов, конкурсов. В нескольких километрах от Мирного, в поселке Алмазном, уже полным ходом идет работа площадки «Алмазик». Этот лагерь посещают не только местные дети, но и маленькие жители села Орылах и поселка Зыря. Ребята давно знают друг друга и рады вновь увидеться здесь. В этом году площадка «Алмазик» приняла 30 детей. Сезон длится с 5 июня по 10 июля. Проводятся различного рода культурно-массовые мероприятия, спортивные. Дети занимаются прикладным творчеством. Каждое утро ребята начинают с выхода на построение, представляют свои отряды и приступают к зарядке. После чего проходят медосмотр и идут на занятия. Кто-то играет в шахматы и шашки, вышивает бисером и вяжет. Кто-то занимается пением и театральными постановками. А самые спортивные – физической подготовкой на открытом воздухе. Я хожу уже не первый раз. Мне очень нравятся. Воспитатели очень добрые, помогают всегда во всем. Меня тоже считают помощником, всегда помогаю. Игры, музыка, выступления на концертах, песни про площадку «Алмазик» – это мои любимые занятия. Я хочу пойти на второй сезон. Активный отдых и творческие занятия очень нужны детям летом. Многие из воспитанников уже готовы посетить площадки вновь.